Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря данные по инфляции в США, отчет, который невозможно переоценить, отчет, который станет источником повышенной волатильности. И я заранее авансом точно могу сказать, что этот релиз будет не только самым главным в рамках этой недели. Возможно, даже этот релиз будет самым главным в рамках месяца, потому что от того, какие будут цифры, это январьские данные, будут зависеть последующие решения американского регулятора по ключевой процентной ставке. От этого будет зависеть риторика американского регулятора, что произойдет с курсом американского доллара и в целом с настроениями на глобальных рынках, которые, в свою очередь, зацепят другие сегменты финансовых площадок и прочие финансовые инструменты. Сегодня равнодушных точно не будет, и каждый актив продемонстрирует повышенную волатильность. Заранее говорю вам об этом, потому что очень хочу, чтобы помимо наличия конкретной фундаментальной идеи и четкого понимания того, как вы будете действовать на финансовых рынках, вы, конечно же, не забывали про правила риск-менеджмента, которые, как и всегда, необходимо контролировать. Но если пробежаться по повестке экономического календаря, прежде чем в 13.30 по GMT мы с вами будем анализировать вместе со всеми данные по инфляции, у нас в качестве разогрева будут отчеты по рынку труда Англии в 7.00 по GMT относительно прям скоро, и в 10.00 по GMT еще европейская статистика по темпам экономического роста. Давайте вкратце по основным идеям. Рынок нефти 86 долларов за баррель сейчас. Максимум был почти на отметке 87 долларов. Нефть сохраняет позитивную тенденцию, я не расстроюсь даже, если в ближайшей торговой сессии мы увидим коррекционную динамику, в целом тенденция остается восходящей. И котировки Brent в ближайшие дни могут протестировать 90 долларов за баррель. Среди факторов поддержки снова обозначаем решение российских властей за санкции сократить объем нефтедобычи начиная с марта на 500 тысяч баррелей. Это, конечно же, усилило опасения относительно нехватки предложения на рынке. Тем более, что страны ОПЕК, которые в любой момент могли бы покрыть данный дефицит, не планируют в ближайшее время предпринимать какие-либо действия. Поэтому риск сокращения, еще большего сокращения предложения вкупе с продолжающимся восстановлением китайской экономики и, соответственно, растущими показателями потребления. Это фундамент, на котором должен сейчас отстраиваться трейд сырьевым активом, в данном случае и нефтянкой. Поэтому я, руководствуясь фундаментальной идеей и таким оптимистичным взглядом на будущее, считаю, что рынок нефти будет все-таки больше радовать сейчас покупателей. Индекс американской валюты 103 пункта с небольшим. Конечно же, все сегодня будет зависеть от релиза по инфляции. Согласно прогнозам, сразу уместно их обозначить, индекс потребительских цен покажет нисходящую динамику, если сравнивать от месяца к месяцу. То есть, в январе по сравнению с декабрем инфляция должна была, по версии экспертов, снизиться с 6,5 до 6,2%. Базовая инфляция может скорректироваться с 5,7 до 5,5%. Я не разделяю такую точку зрения, считаю, что два сценария. Первый – это показатели останутся около тех уровней, которые мы наблюдали в позапрошлом месяце. И сценарий номер два – я допускаю, что сегодня мы даже можем увидеть потенциально небольшой прирост, что вполне реально, учитывая, что буквально накануне я не просто так делал акцент на стремительный рост заработных плат и повышение стоимости на БУ автомобилей. Если эти компоненты руководства с экономической теорией все же влияют на показатели инфляции, они влияют, то мы должны увидеть все же растущую тенденцию. А если индекс потребительских цен снова начнет подавать признаки роста, это вернет на рынок с прежней силой спекуляции на тему того, а не стоит ли американскому регулятору не просто не отказываться сейчас от жесткой монетарной политики, но и, возможно, рассмотреть даже сценарий, при котором повышение ключевой процентной ставки будет происходить на 50 базисных пунктов на каждом фактическом шаге и решении, и заседании, соответственно. Поэтому перспектива более жесткой монетарной политики вкупе с вполне логичными ожиданиями, что катализатором для этого решения может быть восходящая динамика по инфляции, я сегодня буду смотреть на индекс доллара как самый фанатичный покупатель, рассчитывая на то, что американская валюта легко может упрощить свои позиции. ФРС, как вы прекрасно знаете, совершенно не на грамм не отказался от той политики, которую он проводит. По словам Паула, несмотря на начало дезинфляционного процесса, американской экономике предстоит пройти еще колоссальный путь, прежде чем инфляция стабилизируется в районе 2%. Пока этот путь не будет пройден, жесткая монетарная политика будет всерьез и надолго. Золото 1857 долларов за трость хунцию, наша ближайшая цель была на отметке 1850, вчерашний минимум 1850.37. Совсем немного не дотянули до данного уровня, я думаю, что сегодня на такой-то новости теста данной планки все же произойдет. Доллар канадец 1.3330 вкупе с ростом цен на нефть и сильными макроэкономическими данными по рынку труда у канадца есть все предпосылки, чтобы добить американца и продолжить стремиться к поддержке 1.32, который является нашим целевым ориентиром. Европейская валюта против доллара 1.0737. Сегодня, вы знаете, я европейскую валюту из портфеля исключил, потому что, конечно же, риск сегодня будет показывать однотипную динамику и мне больше импонирует торговля британской валюты, где я вижу больше негативных факторов, которые должны топить британцы. Сейчас котировки по паре фунт доллара 1.2148. Напомню, что было очень много плохих отчетов на прошлой неделе от строительного сектора до провальных отчетов по ВВП и промышленному производству. Я сторонник идеи продаж и считаю, что пара фунт доллара закрепится в ближайшие дни ниже поддержки 1.20. И рынок криптовалют, друзья, просили вы сделать акцент на то, что сейчас происходит. Котировки 21.715 по биткоину. Хочу обознать сразу несколько факторов, которые оказывают давление на рынок криптовалют. Это монетарные факторы. Все, что мы сейчас сказали относительно действия американского регулятора по повышению ставки, это позитивный фактор и фонт для доллара, который негативно сказывается на рисковых инструментах, и рынок криптовалют относится к категории рисковых активов. Ну и, конечно же, это действия американских властей, регуляторов по расследованию в адрес компаний, которые связаны с криптовалютной индустрией. На прошлой неделе мы следили за тем, как комиссия, американская комиссия по торговле товарными фьючерсами, ценными бумагами, наехала, в прямом смысле, на Кракен и обвинила их в том, что Кракен предоставляет незарегистрированную услугу по стейкингу. Кракены решили особо не сопротивляться, пойти на мировую и заплатили штраф в 30 миллионов долларов. И после этого руководство SECA сделало заявление о том, что другим компаниям тоже стоит сделать правильные выводы, потому что в конечном счете SECA придет и за ними. И вчерашняя новость о том, что новое расследование инициировано против компании PAX, которая является эмитентом стейблкоина BUSD. И здесь тоже сразу же мировая эмиссия этого стейблкоина прекращена, поэтому многие задумываются о том, какой стейблкоин может пострадать следующим. При таком фундаменте, конечно же, настроение негативное. Я считаю, что рынок криптовалют, в частности биткоин, легко может протестировать поддержку 20 тысяч и оказаться потенциально ниже. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!